Товарищи, здравствуйте! Сегодня мы продолжаем брать интервью у деятелей науки и, наверное, инженерного ремесла. И сегодня, в продолжении нашей предыдущей беседы с физиками, в первую очередь, будет беседа с, в первую очередь, инженерами. И у нас в гостях Евгений Михайлович Овшаров. И я, наверное, не буду распыляться на тему того, кто он такой. И попрошу, Евгений Михайлович, вы можете рассказать немного о себе? Ну, немного. Значит, я родился в Баку. Кончил там школу номер один. Закончил институт по специальности машинноаппарата химических производств. Ну, это механик по образованию. Вот. Сразу после окончания института я начал работать в бытовой химии. Там, где было много импортной техники сложной. Вот. Это уже в Ереване. И фактически, значит, первые пять лет мы прошли там. В этот период я пришлось не изучить электронику, потому что мы электронику проходили на ламповом уровне. А там было уже логические микросхемы, значит, в аппаратуре, которая, значит, поступала нам для, значит, модернизации существующей. Вот. Так что вот электронику пришлось изучать самим. Кстати, есть хорошая книжка «Искусство схемотехники». Значит, это очень известная книга. Я ее первый экземпляр случайно нашел у нас в библиотеке на заводе в объединении. И, значит, ее никто до этого не открывал. Вот. Удивительная вещь была, что она там нашлась. Эта книжка сыграла колоссальную роль, потому что у американских авторов, у них очень хорошее качество. Они дают любую схему, которая работает, и точные параметры. Это все работает и объясняется очень простым языком, без всяких лишних формул и прочих вещей. Там форм практически не существует. Там в основном чисто вот практические занятия с практическими результатами. Это дало возможность, значит, мне уже по электронику зайти серьезно. Компьютерную часть я уже стал осваивать несколько позже. И в Ереване в этом плане был очень хороший контингент в институте. Это был филиал ВНЦХ Московского. Он в разных городах был. В Ереване был в том числе один из крупных этих центров таких. И там была большая очень группа ребят-программистов-электронщиков. И вот, значит, связь с ними. И возглавлял эту группу большой умница, человек идеологически, понимающий, что такое вообще вычислительные процессы, и что такое информатика по сути своей, то есть философ от информатики, скажем так. Вот он до сих пор мой близкий товарищ. Вот. Он фактически мне объяснял, что такое IBM, как IBM, знаменитая его машина 360-я, как была построена идеологически, очень правильно. А я ему объяснял, что такое киты, производящие медицинское оборудование, это Siemens, Philips, GE, как они устроены, как построена их кухня, технология и так далее. Значит, мы у нас такой шоу, обмен, значит, опытом из разных областей. Ну вот таким путем, значит, тихо-тихо я добрался до, значит, в конце концов до медицины. Это был союз-филиал, опять московский филиал, союз-мед-монтаж-наладка, потом он стал союз-мед-сервис. Это как раз полностью, значит, мы монтировали и запускали в действие, значит, импортную технику, рентгеновскую. Ну, я рентгеном занимался непосредственно. Вот. В конце у нас было, значит, это было Siemens, это был GE в меньшей степени, ну, и остальные в том числе, там уже поменьше все, значит. Значит, последняя работа сложная, которую я делал уже еще пока в Союзе, это была стыковка географического комплекса General Electric, полностью аналоговая к аппарату, значит, это была вычислительная система фирмы швейцарской Matrix, которая имела на борту оборудование, стоящее под какомом. То есть это то, что было запрещено в Россию, в Советский Союз, и две такие системы пришли, но они их покупались через третьи страны. Просто там комплектующие и платы, которые там были, они были и такого производства, и военного, то есть они могли и там, и там использоваться, двойного назначения. Это была, значит, система на процессоре Motorola, значит, там электроника Realtime, которая могла обрабатывать по командам, соответственно. То есть фактически программирование там заключалось в том, что вы осуществляли набор команд для того, чтобы, значит, электроника могла осуществить. То есть тогда был такой подход, тогда не было вот процессоров нынешнего поколения, которые могли на себя брать эти функции. Тогда в основном это можно было делать, так как там вопрос реального времени, там не вопрос того, что это через какое-то время можно результат. Там надо было обрабатывать в реальном масштабе времени. У вас поступает, значит, кинорежим, там порядка там 1024 на 1024 изображения, вы должны в реальном масштабе времени это обработать так, чтобы улучшить изображение. Смысл всей диагностики, в принципе, получить качественное изображение, по которым можно сделать адекватный диагноз поставить. Понятно. То есть это в первую очередь именно работа с рентгеном и... Работа с электроникой в первую очередь. Почему? Потому что тогда еще все это было практически на электронном уровне. Там, если вы какую-то функцию хотели дополнительную, значит, в аппарате получить, вы делали определенного размера блок электронный. Этот блок, значит, вставлялся туда. Были там какие-то там вопросы, что микропроцессор там... Не микропроцессор, там микроконтроллер там мог управлять там. А микроконтроллеры там были такого типа Z80, очень простенькие. Но они, кстати, умели очень многое. Это надо было просто уметь на них делать изделия. Управление столом, там управление другими вещами такими. То есть вот такие простенькие. А сложные вещи делались только электроникой. Тогда не было возможности программ на это решать. Евгений Михайлович, вот вы рассказали про достаточно богатый технический опыт у вас. А были ли какие-то моменты, когда вам начинало казаться, что что-то тут не так? Какие-то переломные? В электронике все не так, потому что это по простой причине, что вы видите, что схема должна работать, а она не работает. Или наоборот, что у вас как бы все правильно, значит, схема все правильно, все вроде правильно, а аппарат не так работает, как должен быть. И большая часть... А ошибки допускали, кстати, и крупные фирмы. Ну, например, у нас был случай, когда фирма «Сименс» ошиблась в том, что она поставила конденсатор на три порядка другой емкости. В этой ситуации, значит, а там ошибка была или нанофарад, или пикофарад. Она поставила пикофарад случайно, а в схеме было правильно указано нанофарад. И было непонятно, почему, значит, система автоматического управления, каретки, значит, все время дрожала. Она никогда не приходила в состояние РНС, было очень редко случай, когда она там... Пока были контакты еще чистенькие, она еще как-то выдерживала. Как-то контакты, значит, были уже похуже, значит, она начинала все время дребезжать. А это дребезжание, значит, это 80 кВт мощности, да, это дребезжание всегда отражалось на том, что у вас личные помехи возникали, и иногда вообще несбалансированные вопросы. Когда сеть гуляла, соответственно, она, значит, отрабатывала для того, чтобы сеть. Так вот, потом случайно, значит, обнаружили, стали реально смотреть, оказалось, что, значит, у нас на сборе... И все платы этого выпуска, все абсолютно, сколько аппаратов я таких видел, такого, значит, типа, все они имели этот дефект. И как это сказалось на использовании? А износ этих самых роликов угольных, которые бегали по каретке, по трансформатору... Ну, автотрансформатор стоял там трехпазный. Вот. Значит, был такой случай, когда, значит, ну, у нас в период, когда была полная блокада Армении, значит, это был период перед землетрясением, там, значит, и после землетрясения к нам вошло много оборудования такого, начиная с первых систем GPS, которые не были вот в телефоне, они были довольно... Типа ноутбука было устройство, была антенна отдельно стоящая, которая могла это все ловить. И были системы спутниковой связи и Морсад. Значит, эту систему везли у нас... Почему? Потому что полностью была блокада, даже ВЧ-связь с Москвой была, значит, блокирована. И, видимо, четыре системы таких, и Морсадовские, стояли. И они были на нашем обслуживании полностью, дальше, то есть, вплоть до ремонта. Там полностью импортное комплектующие, и вообще схемы полностью закрыты. То есть, это документацию по ним получить было невозможно. Но они были собирались, кстати, на процессе Z80. Вот, да. И был на случай, когда эта марконевская, значит, система вышла из строя, непонятно было, что. Как всегда, помог рентген, потому что там проблема оказалась, значит, с одной стороны в антенне. Значит, я срочно, значит, побежал, значит, в институт. Вот, сняли две проекции этой антенны, и увидели, что там обрыв внутри произошел из-за нагрева. Она на крыше стояла из-за нагрева, значит, расширение сжатия, там, холодно. Ну, в Армении там от минус 20, может быть, до плюс 40, 50 на солнце, да. То есть, реально там порвало. А там лепестки были внутренние, они в таком, не поролон, а жесткий такой поролон был внутри, внутри, в котором вся эта антенна, еще, значит, упаковка. И не узнаешь никогда, если не увидишь рентгеновский снимок, что читать очень помогает в некоторых вопросах. А вот помимо инженерной деятельности, вы занимаетесь наукой. И каким образом, и как давно вы здесь? А наука, наука это случайно. В принципе, я как скажу, у нас в институте была очень сильная кафедра теоретической механики. И, ну, ваш покорный слуга, единственный, кто из всех получил, значит, у нас целый год шло, значит, два семестра это, и кто получил пятерку из двух этих самых потоков. И получилось так, что, значит, там был очень умный дядька, значит, я фамилию уже просто его не помню, а он, значит, читал даже лекции в Институте Стеклова здесь в Москве. Когда, значит, мы заканчивали этот курс, а у нас всего один год это шло, он нам преподавал еще с точки зрения вариационного исчисления, значит, теоретическую механику и так далее, то есть хорошая база была. Он сказал, говорит, занимайся наукой. Ну, наука мне не получила заниматься, я занимался ежедневным делом. А вот... Какой год? Сколько лет назад? Ну, я кончил-то в 60... Кончил я в 73-м году институт. Вот. И фактически до... до 2000... Скажем так, до 2000... До 2000-го года, до 1999-й год, да, скажем так. Я не занимался наукой, я занимался инженерным делом, но, правда, мы уже к концу стали заниматься обработкой изображений по медицине, потому что я понял, что это самое узкое место. Возможности уже тогда начали появляться, то есть уже достаточно приличные процессоры появились, то можно было часть вещей перевести на процессор, часть вещей, значит, заставить работать видеокарты, для того, чтобы, значит, обеспечивать... Там есть такая возможность в них, потому что я потом уже знакомился с фирмой, которая разработала черный ящик. Сначала для Матракс такая фирма была, которая производила графические платы 2D. Она одна из лучших производителей тогда. А NVIDIA и IT было потом уже все. И они для них разработали модуль, значит, вывода на мониторы. Причем для всех этих фирм это черный ящик. Почему? Потому что фактически внутри микросхемы вставляется блок, который для всех черный ящик. Есть входы, есть выходы. Ну, сейчас так проектируют микросхемы, никто по-другому не делает, ничего не открывает. Соответственно, что внутри и как. Но они тогда мне показали на уровне 10 гигабит в секунду внутренние каналы в микросхемах. Тогда уже в разработках это было. То есть можно было дальше серьезно идти. А обработка изображений, чем она была? В чем была сложность этих вещей? Во-первых, я как сказал, раньше делали блоки. Вот хотите новую функцию, например, в ангиографии ввести, где-то надо было новый блок. Это очень дорого. Там сам блок в серийном производстве стоил там 100 тысяч долларов, до 200 тысяч мог доходить. Плюс еще программное стоило к нему там, потому что там, хотя программного там было мало на самом деле, но в принципе управление, значит, надо денег содрать с этого дела. Получалось оно так, что вот этот набор лишних дополнительных функций стоил дороже, чем сам аппарат в базовой комплектации своей. А мы увидели, что, значит, в принципе, у нас была завязка на одну американскую фирму, и она, значит, один из специалистов, и он, в частности, мы с ним долго работали вместе, до того, как он туда пошел, еще, значит, в институте трансплантации, и, значит, ему фирма поручила изготовить, значит, цифровщик для ангиографического комплекса, значит, тоже с хорошим разрешением. Ну, тогда, конечно, винчестеры были маленького размера, там 2 гигабайта были всего эти скозевые винчестеры, кто знает, что это такое, сейчас вряд ли кто-то из молодых вообще об этом слышал даже. Вот. Но они самые быстрые были винчестеры этого класса. Вот. А помимо этого, значит, там, значит, шла плата фирмы «Матракс», вот эта, она была цифровочная плата, но она, значит, пришла, она к нам, когда пришла, поступила, а мы должны были для них собрать сервер, который вот должен был захватить это изображение, значит, и все, умудриться, значит, его потом еще записать на это «Райт-массив» в реальном масштабе времени. А тогда, значит, и оказалось, и никак не могли запустить эту плату. Ни он пытался, ни мы помогали ему, не запускалась плата. В общем, кончилось тем, что трех человек на фирме уволили. А получалось что? Они драйвер, значит, присылали с этим, значит, с платой, ты его вставляешь, а у тебя не запускается система. Они у себя-то, у них все эти драйверы стоят, они не знают, чего не хватает. И ситуация была такая, что это год, это, значит, бодяга такая длилась. В общем, а так как эта фирма американская, она, значит, «Матракс» — это канадская фирма, значит, соответственно, значит, они вот между собой бодались долго, но в конце концов, значит, за счет увольнения трех людей эта задача была решена. В конце концов, полный пакет прислали, это все, значит, заработало. И тогда, значит, мы увидели, что в библиотеке «Матракс», в принципе, она была построена, скажем, есть такая книжка, значит, обработка изображений. Она известная, ой, я забыл, я просто боюсь, не вспомню автора, но она известная книжка, значит, по обработке изображений, такая вот толстенная, там почти тысячи страниц, в ней вся математика написана, которая уже была известна давно, в принципе. Но чтобы создать самому библиотеку такую, как и у «Эфира Матракс» сделала, это колоссальные деньги и колоссальное время, то есть человека часы, да, надо было для того, чтобы создать это. Евгений Михайлович, давайте попробуем перейти все-таки к науке. Ну вот это отсюда и начинается наука, почему? Потому что наука начинается с того момента, когда вы понимаете, что есть возможность создать, значит, конвейер обработки изображений, это уже серьезная наука, почему? Потому что это не инженерное дело. Это, значит, создание математических способов обработки, которые позволяют вас вытащить то, что не видно, даже простыми вещами. То есть вы в фотошопе эту функцию не вытащите. Значит, это раз. Во-вторых, эта работа шла полностью на 16-битах, там 12-битное изображение. И вы внутри вот этого диапазона 4000 градаций, вы можете вытащить ту область, которая, значит, очень сильно будет влиять на то, что вы хотите увидеть в изображении. То есть это мелкие сосуды. Это, значит, то, что находится за пределом, значит, скажем так, у вас есть сильно поглощающий объект, и на нем практически не видно, даже вы яркостью, контрастностью не можете вытащить это. А с помощью математической обработки вы можете это, значит, сделать. И вторая вещь, которую мы сделали, мы в конце концов, когда уже весь этот конвейер реально построили, значит, он устал работать. У нас получилось так, что мы смогли добиться одной вещи. Если качественная съемка была сделана в рентгене, то мы, значит, умудрялись до разрешения увеличить в два раза. Ну, при средней съемке, это где-то в полтора, в 1,6 раза разрешение увеличивалось. То есть реально можно было за счет математической обработки увеличить разрешение. Связано было с тем, что у вас всегда у рентгеновского излучателя есть фокус. Называемое фокусное пятно, которое проектируется все через объект на, значит, детектор. Вот. И, значит, самое главное, что, понимая, как рентгеновский луч проходит через объект, какие у него поглощения и отражения идут, соответственно, мы сделали обратную математику, которая умудрилась вот эту задачу решать. А вот в этом процессе не было никаких расхождений с теорией известной? Теории нет там, реально. По большому счету, почему? Потому что теории говорят о вещах, не имеющих... Сейчас скажу я другу, может быть, крамольную вещь, но, значит, переход с аналогового изображения на цифровое поменяло все. То есть там нет этих законов, связанных с частотой сигнала, например. Почему? Потому что у вас пиксел есть, у вас нет частоты сигнала. Реально. И работает это по-другому. И поэтому обрабатывать это надо по-другому совершенно. И поэтому этот переход... То есть вы, если пытаетесь от аналоговой техники перейти к цифровой, вы не понимаете, почему у вас не получаются многие вещи. Потому что вы пытаетесь применить формулу, математику какую для обработки, это не работает. Там в основном работают матричные вычисления. То есть умножение на определенные матрицы, чтобы понимать, в каких ситуациях. Причем мы сделали умножение на матрицу не просто на матрицу, а взвешенное умножение. То есть матрица входила с каким-то коэффициентом. Само изображение сходило с другим коэффициентом. Соответственно, это меняете коэффициенты. А эти коэффициенты можно было менять буквально, значит, типа движком. Можно аппаратно это делать, можно программно делать. Соответственно, у вас прямо на глазах в реальном масштабе времени менялась сама картинка. И врач мог подгонять изображение по то, что он считал для себя наиболее оптимальным. Мы какие-то рамки сузили определенные, но в принципе мы дали возможность вытаскивать то, что сейчас вы на фотошопе не сможете сделать просто. Там нет инструментария, чтобы, в принципе, интерфейса для того, чтобы это реализовать, скажем так. Значит, и есть второй подход был к науке, уже связанный совершенно с другой областью. Это связано с тем, что работая в оригинологии, значит, я обнаружил, что это был конец 13-го, начало 14-го года, ну, 2000, понятно. Значит, соответственно, была информация прошла о том, что, значит, сделан был в России аппарат, позволяющий, значит, уменьшить рентгеновскую дозу в 25-37 раз. То есть вот такой диапазон. Совершенно непонятно как, почему. Я стал, значит, искать это дело. Была статья в газете, в интернете невозможно было ничего найти довольно долго. Значит, где-то только к концу, наверное, к середине 15-го года, скажем так, я, наконец, нашел диссертацию, которая была написана на эту тему. И, в конце концов, это как раз человек описывал тот аппарат, который они сделали. Значит, это был, значит, Свердловский, это самое, Екатеринбургский институт. Сейчас я не вспомню его название. Значит, этот институт в свое время организовал месяц. Значит, система основывалась на рентгеновских трубках с взрывным катодом. Значит, там дело в чем, что там произошел переход от непрерывного рентгеновского излучения, и какой обычно используется. Ну, хотя бы, вот сейчас как использовали обычно, чтобы получить один кадр, ну, это если импульсный даже, все равно это вот импульс излучается длительно, он выключается, соответственно, значит, дальше списывается, значит, кадр в память, значит, какой-то системы. А здесь получалось так, что импульс, не один импульс подавался, импульс был очень короткий, там 10-20 наносекунд. Это очень короткий. Скважность была порядка 10 тысяч к одному, то есть там очень высокая скважность. И каким-то образом получалось, что, значит, они в этой ситуации уменьшали дозу. Значит, в конце концов, я добрался до Академика Месяца, он уже, правда, старенький был. Значит, он уже и не помнил там многие вещи, которые были с этим связаны, особенно с уменьшением дозы. Они на это не смотрели, потому что у них главной задачей были эти мощные системы, где надо было большие мощности получать, поэтому они переходили на короткие импульсы излучения для того, чтобы обеспечивать мощность. Но, в принципе, это говорило о том, что физика здесь совершенно другая. Она не работает, обычная физика. Значит, когда я связывался с Институтом Росатом одним, значит, они там посчитали, что в этой ситуации у вас получается на одну пикселу, значит, один-полтора гамма-кванта. Ну, это при сложных областях. Это получалось, что никаких градаций вы там не увидите. Увидеть градации в изображении, в этих областях, практически невозможно. Ну, по теории. А это получалось. И вдобавок я вспомнил то, что когда-то я, значит, налаживал одну систему телевизионную. Это была голландская телевизионная система. Это было еще вот середина 80-х годов, первой половины 80-х годов. А эта система, она была очень чувствительная. Она, значит, строилась на таком приборе, как и закон. Ее мало кто знает об этом. А он мог считать звездное небо. Он для астрономии был сделан. Он мог считать звездное небо. Там сверхчувствительная была, значит, рентгеновская, значит, вот эта камера, которая использовалась в рентгене. И мы настраивали ее, мы убирали полностью ток. Соответственно, там раз в 40 меньше у нас был ток. Значит, практически приборы не показывали. То-то-то уже. И мы настроили. А изображение было все видно. То есть мы ставили тест, все было видно. Градации все были видно. Все было прекрасно видно. Только мы работали... Там ее настраивать можно было току под облучением. То есть надо было, чтобы регионские излучения шло. Току под этим ты подстраиваешь, значит, там 15 потенциометров ты это периодически подкручиваешь. В общем, сложная, очень сложная камера сама по сути. Вот. Я вспомнил о том, что на самом деле, да. А потом, когда поставили больного, я забыл включить ток обратно. И я смотрю, значит, я так сразу понял, в чем дело. Я посмотрел, смотрю, миллиамперметр не показывает. Значит, дальше я... А профессор смотрит, все, он посмотрел, все в конце. То есть градации в пациенте были видны. Там единственное, что был шум. Ну, как мурашки бегают по экрану, да, вот такая штука дополнительная. Ну, он спросил, что он, я там отбрехался, я сказал, говорит, через час я сделаю, верну. В общем, перестрою. Там небольшая перестройка нужна, когда ты меняешь ток. То есть ввешь ее из сверхчувствительности, значит, ну, в обычную чувствительность, которая позволяла, значит, с диапазоном, тогда эти мурашки исчезают. Отношение сигнал-шум, сам понимаешь, чем больше ток, тем отношение сигнал-шум лучше. Но у вас камера должна обеспечить. Это было прямое подтверждение, то есть у меня было прямое подтверждение того, что это работает. Значит, реально можно при меньших получать изображение и градации эти все видеть. Значит, требуется что? Значит, понять, как же получили те товарищи, значит, все-таки за счет чего получилась та кухня, связанная с маленькой дозой. И я получил такую же маленькую дозу, ну, уже просто не в эксперименте, а случайно просто при наладке. То есть это вот был, как бы, значит, такой вход в науку. И я стал копать, очень серьезно стал копать. Читал колоссальное количество всяких теорий. Я понимал, что эта физика настоящая не может это объяснять, потому что все, что касается гамма-квантов, никакого отношения ко всему этому не имеет. Вот. И единственное, что, значит, и в какой-то момент я наткнулся на лекции Ациковского. Значит, наткнулся на лекции Ациковского, просмотрел его курс лекций, просмотрел его книги, и самую главную его книгу, значит, «Основы эфиродинамики». Мне показалось, что тогда, что это именно то, что позволяет, в принципе, искать пути нахождения ответа на эти вопросы. Соответственно, вот здесь как бы я стал влезать в то, что никогда не думал, что я этим буду заниматься. Но мне нужно было ответы на эти вопросы получить. Почему? Потому что я понимал, что если перейти на работу с короткими импульсами, ситуация, значит, я сейчас знаю, почему это происходит, я не скажу сейчас на камеру, может, я не хочу некоторые вещи открывать. Вот, на самом деле, есть так называемые, это только-только сейчас начинает раскручиваться в научной сфере сверхалюминесценция, такой режим. Они тоже не понимают, почему это происходит, сверхалюминесценция. Но она как бы уже фиксируется. Значит, фактически вот эти два аспекта, у вас очень короткий импульс, и не один импульс, а несколько импульсов, значит, она может быть пачка, да, такая импульсовая, один кадр полученная, плюс еще элемент сверхалюминесценции на определенных сфере у вас позволяет получить именно этот эффект, когда можно уменьшить дозу, и одновременно с этим я посчитал, что там в очень узком диапазоне можно получить увеличение разрешения в 3-4 раза. То есть вы можете дозу в 20 раз уменьшить, и, соответственно, параллельно с этим еще улучшить разрешение, что, в принципе, противоречит вообще всей логике и всей физике, но это четко получается. Фактически мы на два порядка улучшаем. Да, фактически. Это, понимаете, сейчас проблема в том, что анегинология уткнулась в одну вещь, она не может дальше идти. Почему? Потому что компьютерные томографы, которые были сделаны, ой, 85-й год, по-моему, был первый компьютерный томограф, ну, такой уже, которым пользовались, я не говорю, сама теоретическая часть и так далее, но которые реально уже в клиниках начали поступать, а разрешение не улучшилось. То есть, как было максимум 512, так 512 на 512 разрешение в срезе осталось. 1024 – это больше виртуальная вещь. Почему? Потому что, я знаю, какое количество детекторов стоит в линейке этой, которая, значит, работает. Соответственно, этому там нельзя получить реально разрешение 1024, это больше виртуалка. Значит, дополнительная мат-обработка, которая не позволяет... Евгений Михайлович, вы затронули, упомянули Ацуковского, Владимира Акимовича, с его эфиродинамической картиной мира, о которой мы много говорим на этом канале. Так вот, что вы думаете вообще о существовании эфира? Для меня на сегодняшний день эфир, безусловно, существует по двум причинам. Первая, я проследил, значит, ну, по крайней мере, в своих работах, которые я вот до 21-го года включительно, значит, делал, это было с 17-го, у меня первая работа с 17-го вышла, последняя вышла в 21-м году, в серединке, в первой половине, скажем так. Значит, я проследил о том, что у меня есть прямое подтверждение, что, значит, все, что происходит в данном мире, значит, в первую очередь происходит из-за движения самого эфира. Значит, это движение эфира происходит, во-первых, в самом, начиная с самого протона, вдобавок, значит, это движение прослеживается до галактик, где происходит гигантское движение эфира, которое выливается, значит, некоторым образом, значит, в гравитацию, значит, определяется тем, что в джетах идут сверхскоростные процессы, потому что там, там идет световой поток самого эфира, и на фоне этого эфира у вас, значит, там же течет и материя в плазменном состоянии и так далее, поэтому они это фиксируют, потому что там, на самом деле, не материя движется, скажем так, по отношению к эфиру, значит, сверхсветовой, а движется эфир со сверхсветовой скоростью, в котором находится сама материя, которую он захватывает своим собственным движением, и, в частности, последнее, вот, последнее подтверждение вот в промежутках этих, там, понятно, как это с Землей связано, как это связано со звездами, я последнее подтверждение получил, это, значит, кавитационный пузырек, который, значит, достаточно маленький, там просто наглядно видно, что это вихрь, троидальный, просто, вот, реально, там, значит, была съемка этих, значит, рождений, значит, вот в разных стадиях этого пузырька, одна из стадий просто в прямую видно, что это вот просто крутится вот вихрь, тот самый, о котором, типа протона, там единственное, что не видно вот этих, значит, джетов, которые я понимаю, как спин, но дело в том, что в воде это сложно увидеть, потому что там весь процесс в воде, просто там, где вот эта внешняя оболочка, троидальная, там она, так как она смотрится через объем воды, то, соответственно, значит, вы видите, значит, там уплотнение просто, это более плотная, часть воды, она более темная становится, да, то есть более слой, ну, скорее всего, там какая-то акаустика, потому что, ну, там получается, ну, там очень четко видно, там очень четко видно, а, Евгений Михайлович, а вы как считаете, есть ли, существует ли официальный или неофициальный запрет на критику теории относительности, на упоминание эфира в хорошем свете? Ну, на критику теории относительности есть запреты, я даже знаю людей, которые, значит, видели документ этот реальный, вопрос в том, что, вы понимаете, там написано столько диссертаций, столько званий получено, и этого, сейчас никто не захочет менять, значит, свои взгляды, хотя, я один из немногих, тех, кто реально могу сказать, почему, потому что я вижу сейчас движение эфира на уровне того, что у вас, значит, на солнце заходит туча и уходит, я на приборе своем это вижу на детекторе, реально это такой чувствительности, вот, Дим, вот, помните, значит, я показывал, значит, прибор, да, у вас с собой нет этого прибора? Этого с собой нет, но, тот вариант, который, значит, обычно я с собой ношу просто в портфеле, он у меня есть, вопрос в том, что именно тот, который сейчас чувствует, я сейчас специально купил для этого высокочувствительный, значит, мультиметр, там, один микровольт у него, он большой, просто его с собой таскать, неудобно, вот, я реально сейчас вижу, как, значит, даже при занавеске, занавешенной, хорошо, значит, плотной занавеске, я вижу, когда туча находит на солнце, туча уходит, все это в реал-тайме, мгновенно у меня меняется, показания. Ну, давайте попробуем посмотреть на этот прибор в конце интервью, давайте, отдельно заснимем, хорошо, Юрий Михайлович, у вас есть довольно много трудов, которые так или иначе относятся к эфиродинамике, вот, для кого они, ну, написаны, и что побудило к их написанию? Что побудило написать? Побудило написать меня одна вещь, я не отрицаю гигантского вклада, сделанного Цикловским, потому что идеологически поднять такой пласт, это сумасшедшая работа, это вообще такое, это полностью переворот всех теоретических взглядов, на это способен был, ну, наверное, он, почему, а он, кстати, тоже инженер, понимаете, он тоже столкнулся с тем, что никак не, какие-то у него позиции никак не вязались, не вязались с тем, что он, с чем он работал, то есть он работал в области электроники, в области, там, авиации и так далее, у них тоже возникали процессы, которые, значит, не описывались формулами, реально, значит, и я столкнулся с большей частью, почему, потому что, значит, рентгенология, она уже ближе даже к физике, а не к электронике, скажем так, там, там, потому что в ней работает, вообще там в ней есть все, в ней есть и высоковольтная техника, и низковольтная, и обработка изображений, и сложная электроника, система управления сложная, там есть все практически, там вакуумная техника есть, то есть там вообще конгломерат такой, значит, наук, который повторялся для того, чтобы, значит, эту задачу решать, на самом деле, поэтому и уровень кругозора, он большой должен быть, для того, чтобы вы умели хорошие эти вопросы, так и все-таки для кого ваши труды написаны? Для кого? Во-первых, для себя, для понимания, первое, значит, если я, значит, потому что, я не понимаю, когда просто пишут формулы, когда не могут построить модель, значит, я в первую очередь строю модель, значит, если я понимаю, как движется эфир, начиная от протона, кончая в галактике, значит, я, соответственно, могу строить, значит, эти модели, я могу объяснять некоторые процессы, которые там происходят, в частности, значит, объяснение такой простой вещи, казалось бы, что, значит, релокация Венеры, где полностью разошлись данные, связанные с расчетами по теории относительности, и расчетами, связанные с тем, что у вас суммируется скорость поворота, линейная скорость окружная Земли, и скорость, значит, света суммируется и вычитается в случае того, где, смотря где стоит локатор сам, причем данные абсолютно точно попали на сложение скоростей, причем векторное сложение скоростей, чисто. То есть по Галилею обычно. Да, оно точно, значит, попали, значит, экспериментальные данные. Значит, это опубликованная статья, есть у Олиса, значит, опубликованная. Значит, это как бы одно из многих, многих, многих доказательств, которые я, значит, когда писал статьи, значит, я еще обнаружил такая вещь. Я постоянно получал подтверждение тому, тому представлению модельному, которое у меня было. Почему? Например, ускорение свободного падения увеличивается к центру Земли или уменьшается до нуля. оказывается, оно реально измерено, и оно увеличивается. Это было сделано на угольных шахтах в Америке, в Клиолинде. То есть там есть целый ряд вот таких вещей, и это все мне приходилось искать, но интернет в помощь. Вот здесь, это интернет, это великое благо. Без него эту задачу решить было бы невозможно, потому что никаких документов, никаких библиотек тебе не хватило бы для того, чтобы вытащить эти данные. Владимир Акимович в каких-то своих материалах рассказывал, что наука и техника и вообще общество развиваются параллельно, и что-то одно не может выйти вперед раньше другого, потому что то будет тянуть за собой. Поэтому, да, действительно... Да, но у нас за счет предыдущего, значит, всего опыта выросло две очень серьезные вещи. Выросла электроника, значит, и выросло программное обеспечение, да, то есть, соответственно, значит, математические модели уже можно обыгрывать на компьютере и так далее. И Владимир Акимович сказал, какую вещь, что, в принципе, он понимал, что наука надо развивать дальше, да, то есть нельзя стоять на месте, наука должна развиваться, и поэтому, в частности, эти статьи были в развитии идей Ациковского. Почему? Были вещи, которые он не знал и которые даже он не мог знать, они фактически вот появлялись вот-вот-вот совсем недавно, особенно в астрономии, потому что там очень много, значит, темных мест, связанных с астрономией, но, значит, есть прямые доказательства, значит, того вихря, который крутит, значит, эфирный вихрь, который крутит, значит, нашу галактику, он не в центре находится, там, где считают, что находится, значит, черная дыра, так называемая. Кстати, признак черной дыры абсолютно не обеспечивается. Почему? Потому что там есть сверхмассивное тело, но там нету аккреционного диска, вот этого маленького, в котором, значит, идет, значит, в плазму превращается, значит, вся материя, его там не существует, но вокруг него вращаются звезды, это реально снято, это реальные съемки этих вещей, то есть, иначе бы, значит, этот диск обязательно попал бы, если он попадает на галактиках, черт знает где, мы его видим, то мы его не видим здесь, у нас, в нашей галактике, правда, наша галактика старенькая, скажем так, по меркам галактик. Я обратил внимание, что у вас начали появляться труды по биологии, и вот вы можете рассказать, каким образом это связано с эфиром, и чем биология может помочь эфир? Ну, по биологии я практически еще не публиковал, так скажем, по большому счету, но есть некоторые аспекты, знаете, биология, это, во-первых, медицину, у меня со стороны матери все были врачи, как бы, я даже в начале, еще когда в 8 классе, думал, что пойду работаю врачом, у меня дворный брат, хирург, у меня дядя был хирургом во время войны, то есть, у меня там тетка была патологоанатом одна, другая была, значит, детский врач, причем, хорошие врачи были они, вот, и, как-то я думал, что я буду врачом, но я в конце понял, что я инженер, я не врач, но к медицине я пришел, во-первых, с одной стороны, с точки зрения рентгена, потому что я занимался медицинским рентгеном, рентгенологией, вот, а с второй стороны, значит, почему биология, потому что, на самом деле, очень много аспектов заложено в, скажем так, в той внутренней биологической кухне, связанной с клеткой, да, и строением клетки самой, которая позволяет, скажем так, масштабировать это на уровне организма, с чего я добился в последнее время, я реально, значит, могу сказать такую вещь, значит, я, ну, я сейчас работаю, ну, как работаю, значит, в принципе, мы встречаемся, мы разговариваем, значит, планируем некоторые маленькие эксперименты, связанные, например, с водой, почему, потому что мой датчик на сегодняшний день очень хорошо видит фактически то, что творится в водной среде над ее поверхностью, ну, пример, первый пример, это, значит, самый слабый торсионный генератор, практически, я на датчике увидел, что у него есть излучение, реально, то есть, под нашим, то есть, сам датчик видит фон, он фон видит, фон довольно хорошо колеблется, но на фоне этого колебания, значит, есть дополнительные изменения, которые, значит, этот торсионный, самый, один из самых маленьких генераторов делает, ну, там напряжение, там, 10 вольт всего, там, и оно 50 герц всего по амплитуде, по частоте, поэтому там, значит, сигнал на самом деле снизкий, но, значит, изменение в стакане воды после воздействия этого генератора, значит, в принципе, оно оказалось измеряемым, измеряемым, причем, в зависимости от того, какой стороной этот генератор вы кладете, той стороной, которая положительной считается, воздействует на воду, и только это отрицательное. Изменение потенциала четко показало изменение в одну и в другую сторону, что самое удивительное, что реально это как бы было увидено, причем это увидено еще на тестере, который не имел такую чувствительность, которая сейчас у меня, значит, сейчас я могу, значит, увидеть, если вот такой, ну, поменьше, конечно, стаканчик там с водой берешь, на него ставишь этот датчик, берешь рюмочку с этим самым с яблочным уксусом, подносишь рядом, и через некоторое время на датчик показывает увеличение показаний, при том, что когда вы убираете, 12 часов, больше 12 часов эти показания остаются, то есть, колебания есть, но среднее по отношению к чему он колеблется, значит, эти 12, более 12 часов дальше я уже не стал, потому что 4 часа ночи я лег спать, а утром уже это упало до уровня базового, да, колебания, вот, в этот период, в этот день, причем я вижу колебания днем-ночью, я вижу заход солнца на это, но если напрямую попадает луч, да, на него, причем если даже просто прикрыт он бумажкой непрозрачной, да, например, черной, в этой ситуации вы видите какую вещь, что у вас сразу, мгновенно задавливается его активность над водой, то есть, он, излучение солнца, эфирное, оно давит, оно настолько... насколько я понял, это похоже на продольные эфирные взаимодействия. Да, я больше скажу, у меня вообще написано, что поперечных вообще волн не существует, почему, потому что первое, я показал, что можно апеллировать, и есть, значит, кстати, почему был сделан прибор, вот этот датчик был сделан, именно потому, что я понял, что в проводниках течет, не электроны текут, что еще Бычков Зайцевым тоже показали, что в принципе, как бы они не могут одиняться, ну, электроны это отдельный вопрос, а там течет реальный эфир, то есть, внутри проводника течет эфир, в связи с тем, что на концах у него разное давление, и, соответственно, у вас, значит, таким путем у вас и возникает внешнее изменение давления эфира над проводником, соответственно, этому, и дальше распространяться могут только продольные волны, потому что это газ, у него не может быть поперечных волны, вот в чем вопрос, и, соответственно, этому, и я показал, что и радиоволна, это тоже есть поперечные, то есть, у меня вообще есть, значит, работа, которая показывает, что рентген, это есть продольная, но ударная эфирная волна, намного доказательств для этого есть, что обычное радиоизлучение, это эфирная волна, продольная, но не ударная, то есть, которая распространяется, значит, поэтому она идет со скоростью распространения звука в эфире, это, значит, скорость света, и есть еще, значит, а световая волна, она похожа, что Ациковский был абсолютно прав, когда он сказал, что это есть некоторая, значит, связка таких из миллионов, значит, некоторые тридальные, значит, структуры, которые завязаны типа дорожки Кармана, которые очень похожи, на самом деле, она работает. Евгений Михайлович, вы говорили про свои приборы, которые, наверное, работают не совсем по современной физике, вот, можете поподробнее рассказать вот непосредственно об этом приборе, о датчиках? Ну, значит, в первую очередь, это, конечно, датчик, датчик совершенно простой, но это, простота далась, я скажу, я больше полутора лет думал на эту тему, как его реализовать, я понимал, надо мерить, надо реально мерить, надо получать в цифрах какие-то значения, если в цифрах не получают значения, это первая, вторая вещь, это реал-тайм, если вы реал-тайм не видите ничего, значит, это большой вопрос, что вы видите вообще, то есть, если вы видите в течение там получаса-часа какие-то изменения, то это очень сложный вопрос, что вы видите реально, я получил датчик, который фактически, первое, он реал-таймовский, то есть, мгновенно, то есть, если фактически вот солнечный луч попадает, я тут же вижу за секунду изменения значит значение причем в два в три раза могу видеть изменение значения вот вторая вещь значит что этот датчик он простой любой может его повторить это просто бифилярная катушка который под которым который подключена к вилке авраменко вилка в рамках сейчас говорить это очень долго это тоже значит если значит рассказывать это нас институт сельского хозяйства значит они делали передачу большой мощности и получали значит выход энергии на этой вилке авраменко как раз вдобавок и при том что передавали по них рову тончайшему нихромовую проводу про вилка авраменко довольно многие знают это наверно можно опустить вилка авраменко дело в чем что я объяснил с эфиродинамической точки зрения этого никто не объяснял я именно поэтому потому что я понял что идет это другая вещь это эфиродинамический прибор который построен именно таким путем я когда сейчас вижу что значит он и он работает совершенно по-другому в этой ситуации значит почему потому что я мерю тончайшие изменения давление эфира соответственно значит колебания вот это давление эфира я вижу в отражении потенциала значит эфира который там колеблется в точке соединения диодов и соответственно я значит вижу возможность измерения я соответственно сделал прибор последний значит закупил для того чтобы у меня было 10 меговом входной один микровольт был на чувствительность прибор я сейчас очень хорошо вижу потому что мне сразу резко возросли показания те которые не мог на 10 микровольтах получить просто там все таки у меня был тестер который 30 летней давности да 25 летней давности у него электроника сильно сама подавляла сигнал а здесь электроника все-таки совершенно современного уровня она дает большую возможность диапазона теперь что касательно этих приборов значит у меня значит уже стали некоторые коллеги заказывать этот прибор значит ядра в другие места распространяю этот прибор я сейчас пытаюсь я делаю сейчас новые версии этого прибора я пытаюсь его сделать предварительно усилитель чтобы можно было вытащить на осциллограф я могу сказать электроника там совершенно так как подписано должна работать она не работает абсолютно то есть там надо совершенно по-другому все эти у вас написано что операционный усилитель должен был на выходе дать сигнал усиленный в сто раз при этих параметрах которые там это не происходит а что происходит я сейчас не хочу говорить потому что я сам с этим разбираюсь я собрал уже схему все значит я могу выводить но выводит совершенно другие вещи да он не выводит тот сигнал который мне я должен с этим на работать и понимать а какая же электроника там нужно для этого по идее нужно создавать другого типа электронику или искать некоторые приборы вот как вот вилка авраменко получилось что она начал ловит эти вещи соответственно и усилитель надо какого-то другого типа для этого делать но это это сложный вопрос и ну вот этим сейчас я занимаюсь потому что к сожалению некоторые вещи здесь купить это слишком дорого цена одну микросхему до 60 раз может различаться 60 раз даже не представляете поэтому закон закупка идет комплектации в китае значит и ты ждешь пока там у тебя полтора месяца на два месяца придется тебе это так что она конечно это все требует серьезной лаборатории серьезной почему потому что это думаю должен какой-то хотя бы небольшой коллектив одиномышленников работать в этом плане потому что надо экспериментировать я могу сказать такой можно сейчас создать матрицу таких детекторов можно создать трехмерный детектор матрицу трехмерных детекторов таких можно уменьшать их размеры до до тот самый на уровне больших чипов да скажем так микросхем на маленьких пока нет но там есть свои ограничения есть свои тонкости это понятно что то такая вот матрица даже если его делает довольно большой матрицы можно понять а как в пространстве соответственно детали вы должны также как на матрицах например вот в телефонах и так далее вы даже пересчитываете значит просчитывайте сеть значение и вы строите у вас уже поверхность определена с ее и вы можете в реальном масштабе времени снимать значит вот эти значит показания за показаниями да с этой матрицы и получать объемное распространение значит можете его двигать в пространстве соответственно получать изменения то есть там куда двигаться есть и понятно что это уже требует совершенно другого подхода и так сказать другого другого уровня то есть одиночка здесь уже не вытянет а чего бы вы вообще в целом хотели добиться в науке я хочу добиться правды значит в принципе надо добиваться истины значит в каком ракурсе истина истина это абсолютно истины понятно что добиться никто не может но истина максимально приближенной к тому что на сегодняшний день одна сегодня сделано гигантское количество экспериментов а их надо просто афишировать их надо публиковать их надо они сейчас боятся говорят говорит современная наука почему потому что она никуда не влезает эти эксперименты начиная с астрономии кончая значит еще экспериментами сделаны советское время довольно хорошего значит экспериментального уровня например да есть такой демьянов которые сделал в институте значит научно-исследовском значит новороссийские дело потрясающие эксперименты может быть не совсем там все корректно с точки зрения объяснения но многие вещи там просто экспериментально подтверждает что там 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 работает эфира реально работает эфир это видно как вы считаете сейчас физика но и наука в целом находится в кризисе наука должна находиться в кризисе иначе куда она будет развиваться непонятно потому что она сейчас крестьян эти каком находится в кризисе потребления это кризис потребления связано с тем что коллайдер большой на него много денег надо ускорить обмена цели науки вы это имеете ввиду да то есть подменяется не научная истина которого только что говорили о желании заработать понимаете как даже дело даже дело не совсем в этом дело в том что у нас многих очень хорошо учили в институтах и они не могут от этого научного в институтах отойти я занимаюсь наладкой множество лет до сегодняшнего дня иногда занимаюсь этими делами я понимаю что никакой истины нигде до конца нет потому что везде да один тоже прибор совершенно по-разному работать если его немножко по-другому собрали технологически да и а вот этого подхода такого что истины до конца нигде нет тем более если ты один раз столкнулся с и ты не можешь объяснить это явление которое произошло и что им ты не можешь объяснить в рамках стандарт значит ты должен не то что искать ты должен понимать что что-то здесь не так ты должен значит соответственно посмотреть а что же вокруг а вокруг создана было очень много потому что например школа эфиродинамики вообще вся в этой самой в россии она колоссальная она теоретически громадные просто штатах она была практическая то есть там было много изобретателей которые кстати не все доживали до своей жизни у них сгорали лаборатории и так далее так далее они нашли на компромиссу не употребляли слова там эфира они не употребляли там некоторые вещи некоторые специально делали некоторые устройства которые бы больше единичны больше единицы да но они значит очень хитро их позиционировали и в патентах позиционировали очень хитро для того чтобы для того чтобы но не не гнобили их реально потому что очень многих серьезные сажали даже в тюрьму и я не говорю то что даже убивали а вот если вдруг вот эти взгляды эфиродинамические возьмут в науке вверх то что вообще поменяется в нашей жизни ну и в науке в целом ну во первых это гигантский труд для познания этого раз это требуется ученым заняться ученые ученые не то что будет чем заняться не ерундой заниматься там разбиванием одного ядра об другое да и получение множества осколков из которых вы получили сколько хотите осколков сколько хотите вы получите значит этих частиц причем они не понимают почему у них значит есть все таки это не безбрежное море да а все-таки какое-то ограниченное количество их получается ну понятно что это механики есть такое простое понятие вот это система устойчивости если у вас система неустойчивая она будет разваливаться распадаться если она полностью устойчиво она не образуется никогда то есть вот эта система устойчивости она обязательно обеспечивает какие-то определенные конфигурации всегда и поэтому вас вот это значит какие-то эфирные сгустки могут быть промежуточного значит поэтому они через там наносекунды пика секунды распадается на другие части потому что это это не это не есть сущность это промежуточное состояние которое ни о чем не говорит реально ни о чем не говорит потому что вы можете вид только конечный продукт на начальный продукт все остальное это промежуточные этапы его прохождение причем это все и непредсказуемо до конца потому что при таких временах что-то мерить это достаточно что будет если эфир станет официально присутствующим в мире ну во первых это даст толчок я так думаю к новой энергетике понятно она даст толчок новой электроники потому что для этого потребуется обязательно новой электроники по другому взгляд кстати она будет решена наверное очень быстро почему потому что там только поменять взгляд о том как идут процессы там да как организованные процессы как организованы спины да вот на этих поверхностях перехода соответственно этим спину значит вы уже можете строить структуры значит и выяснять а как они работают потому что это все не это все будет неизвестно мы все будем только как как она и на этапе познания будет все правда базовый уровень будет легкий мы сможем такие вещи делать мы раньше это не могли ну то есть множество новых людей могут прийти в науку и добиваться серьезных успехов конечно не только в науку и в технику потому что это соответственно значит уже будет меняться я говорю вот сейчас я смотрю что микросхемы которые я пытаюсь использовать как усилитель не работает она работает в обычных вещах она не работает там как усилитель этого сигнала который я получаю я вижу его этот сигнал понимаете я вижу на приборе но этот прибор у меня не не дает возможность увидеть его на осциллографе да например чтобы растянуть его до мегагерца хотя бы до увидеть частоту я там низкочастотное измерение все-таки там максимум 75 65 измерений в секунду вот например если взять труды бычкова зайцева которым вы говорили или магнитского даже мои там упоминается что для определения электрической напряженности или магнитной индукции берут производные из-за чего у нас по факту часть сигнала отсекается и мы можем в принципе совершенно другие процессы замерять и получать на них допустим напряженность электрическую но при этом под ним не будет вот той самой напряженности электрической которая нам значит я одним вопросом отвечу на один вариантом отвечу на это значит я не просто так назвал это не не новая эфиродинамика это просто инструмент для того чтобы познавать градиентной эфиродинамика это градиенты эфирного давления в нем становится все прозрачно и понятно с точки зрения меня как инженера и любой инженер это поймет почему потому что если вы проходили гидродинамику аэродинамику начала гидродинамику мы хорошо проходили потому что надо автоматика было прямо автоматика гидроавтоматика у нас это были как основные даже предметы в принципе в этом самом в институте это мало кто проходил вообще проходит на сегодняшний день я даже больше скажу как-то было так что у меня сын младший попросил значит сына сотрудника ну ему улету хочет знание получить некоторые я сказал это удивительная вещь конечно современном виде оказался очень толковый парень все но он когда пришел выяснилось что в таких хороших вузах ведущих вузах нашей страны они не заходят они знают что купить законы регулирования и законы регулирования просто дифференциально интегральный закон регулирования это вообще основа вообще всей автоматики в принципе а их выпускали как людей которые должны были значит делать приборы медицинское направление но как это можно понимаете то есть целый гигантский пласт и это надо сейчас все восстанавливать почему потому что это базовые вещи на мы получали почему хорошим нам давали вот такое широкое образование дальше узкой ты сам можешь пойти куда хочет я просто объем знаний есть чтобы ты пошел будем надеяться что так и произойдет тем более сейчас есть все предпосылки чтобы что-то поменялось с кем бы из ученых прошлого который уже очевидно не с нами вы бы хотели побеседовать и почему значит скажем так я ну так как я инженер мне ближе человек который реально получал результаты да ну это в принципе тесла почему тесла сейчас объясню значит во первых он единственный человек который очень серьезно описал те процессы которые связаны были с медициной кстати очень мало кто знает что он в регионологии сделал очень много я не знал этого это нигде не пишется ничего не делается а в регионологии сделал колоссальное количество значит экспериментов колоссальное количество продвинул он добился в регионологии хорошего качества изображения начнем с этого значит не он не изобрел регионовскую трубку как таковой но с катодными лучами работа по нашему понимал что это есть некоторые значит прообраз его значит эфирных продольных как раз движение эфира вот значит вторая вещь что он же нигде не оставил никаких записей детальных наверное нет нет он потому что он все у него силу просто природных способностей он все учитывал в голове то есть все эти расчеты он делал в голове и дал просто рисовал конструкцию отдавал там и мы изготавливали эту конструкцию кстати рисовал хорошо в этом плане то есть поэтому все конструкции получалось нашим правильные размеры да там все размеры вплоть до размера все давал чтобы ему и это все работало значит вторая вещь значит почему значит он сделал мало кто знает об этом вообще читать его сложно почему потому что там надо читать по словам вот у него есть одна фраза что он для того чтобы получать эффекты связанные вот с трансформатором своим да надо делать 1 полярный импульс 1 полярный импульс это другая вещь совсем это не то что делают все кто играется с этой катушкой тесла они получают потом вот периодически колебания а он делал 1 полярный импульс он и восстанавливал и останавливал за счет того что он делал специальный разрядник который за счет собтока прохождения значит по обмотке рядом с этим разрядником он его останавливал но останавливал так и с такой скоростью что у него вот этот импульс шел и останавливался дальше у него колебаний не было а это принципиально меняет движение эфира понимаешь что это не заворачивает его назад не да не заворачивает назад поэтому и поэтому накачка этой дела получается значит ты фактически в одну сторону начинаешь накачивать ситуацию все с эфиром с движением эфира вот и и есть еще ряд вещей уже 1 кто описал удар по себе эфирной волны ударной уже описал это реально получил удар который проходил через все экранирующие прочие плоскости значит которые были полностью значит экранированы то есть там никакая клетка там фарадея не работает и тогда сделан даже из сплошного материала и прочее это прямое доказательство того что это магнитные колебания чтобы вы может быть хотели рассказать в целом публике что не затронут не было затронуто нашими вопросами но вы считаете нужным чтобы люди знали мы когда идем в институт мы там проходим много разных предметов да казалось бы ну на хрена там нам все эти предметы которые борьбы никогда в жизни не потребуется да я скажу больше вот ученые те которые хотят быть учеными им надо проходить инженерный курс а те кто хотят быть инженерами должны проходить курс ученого значит я когда на втором курсе значит летняя практика начнем направлен какой-то институт я уже не помню какой значит я там вкалывал из одного сосуда значит брал шприцом вкалывал значит анализатор значит газовый анализатор там никакой электроники там его там наши диаграмма крутилась начнами самописец писал и так далее но какая-то понимание что что такое вообще как как с чем значит имеет дело ученые да вот эти которые какие-то там работы делают они же потом на этом какие-то диссертации пишут они иначе пишут а я сделал практической задачи иначе вот этой такой занимался ночи надо было все делать аккуратно четко понимаешь чтобы все получалось у тебя как по надо потом мне объясняли а что означает вот эти кривые на этих графиках то и так далее так далее да то есть они должны я откажется все мало на самом деле я думаю что должен быть серьезный курс да да где-то в год но не меньше года до в одну и в другую сторону почему потому что это дает представление очень часто на наука не знает о том что творится в живое например электроники в живой и в институтах ведущих наших многих почему я когда привез все время начну у меня просто был знаком который работал в одном из институтов в диване я ему отдал прибор итальянский простой прибор все но терморегулятор который ну не сын не соизмерим с тем что они изготавливали то есть надо всегда эти в ногу с промышленностью то есть промышленность дает очень много вещей сейчас потрясающие есть значит комплектующие мелкие до из которых можно собирать прибор я уже собираю ну я практически уже основную часть собрал меня сейчас все все это в комплекте надо собрать значит два генератора торсионных причем лабораторных с регулируемыми параметрами то есть там все параметры регулируются регулируется частота там от самой низкой до мегагерца почти там регулируется напряжение может регулироваться меняться полярность и так далее так далее то есть там там все возможности которые в этом приборе можно осуществить значит я как бы заложил и все это чисто электронный прибор именно подключать компьютеру вот вы задаете все параметры вы видите на дизна этих цифровых дисплеях наш у вас отображается все эти параметры его просто прекрасно все это видите то есть вы задаете а дальше вы можете поставить уже биологически значит на этот сам генератор который будет ставить его биологические приваты так далее там рядом ставить его чем-то исследовать потому что на сегодня оказалось что приборов такого класса для того чтобы исследовать нету все у всех какой-то законченный конечный продукт с какими-то конечными параметрами а оптимально они не оптимально что в этом лежит понимаете то есть диапазон от мегагерца до одного герца это очень большая разница давайте тогда в качестве завершения пойдем посмотрим на прибор который вы с собой принесли сейчас сюда ну на счет это первая инкарнация прибора который значит которую началась и началась проверка этот начнут собой представляет это бифилярная катушка здесь стоят два диода маленький конденсатор и идет на тест это тестеру у него очень низкой чувствительности так далее это просто был такой походный вариант для на чтобы любой момент можно было взять собой взять и посмотреть значит он не реагирует на магнит то есть вы придете магнитом здесь ничего не будет значит у него не очень высокой чувствительность но какие-то вещи на нем можно будет померить но вот как бы сейчас видите здесь 0 и показывается на значит индикации значит это ноль целых и дальше там 30 вольт значит если мы подведем блоку питания то зависимость того как мы его направим и как мы его позиционируем наш где будем его позиционировать здесь 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 или как вот здесь вот мы видите сразу значение увеличивается другие да причем если резко менять тоже менять потому что мы движемся в эфире и он это вот движение в эфире он тоже фиксирует то есть принципе это прибор значит позволяет вам видеть что есть помимо электромагнитного излучения а он не на это магнитное излучение не реагирует есть эфирные составляющие излучения то есть эфирные вихри эти эфирные вихри они фиксируются прибором но понятно что у нас такой блок питания на его хороший кстати блок питания значит показывает мне не очень большие значения и соответственно этому можно видеть когда у вас есть какой-то прибор опасный который может излучать этот прибор у вас четко покажет значит вот с этим прибором когда валерий николаевич зателепин включил свою этот самый маленькую катушку тесла я на расстоянии полтора метра здесь видел вольте понимаете то есть там излучение очень даже хорошие соответственно значит она такие излучения они все вредные и с помощью как раз такого прибора значит вы можете определять там где достаточно сильное излучение но это грубая вещь значит на самом деле значит и вы можете сделать взять хороший теста подключить то же самое получить значит на тестере но хотя бы 10 микровольт с чувствительностью подключить значит такого же типа значит сам сам датчик и вы получите хорошее измерение но лучше всего если у вас будет один микровольт с входным сопротивлением 10 мегалом здесь дело в чем что здесь нету он не рождает ток он рождает только потенциал напряжение поэтому чем входное сопротивление больше тем он лучше показывает в данной ситуации я могу сказать что наши вот я в инкарнации на что уже соответственно нового прибора которая значит сделать с мультиметром с высокой чувствительностью я уже вижу колебания над водой я вижу вот этим прибором кстати что было видно если у вас есть импульсный источник излучения значит на одном канале который снимал ярослав старухин значит там есть как раз показания измерений излучения через фольгу светового потока у него как раз делал важно чтобы был не импульсный преобразователь который постоянные дают о которых реально импульсный преобразователь то есть у него которая есть скважинность определенная у него был такой излучатель световой я показал что через фольгу световое излучение дает на долг значения там два три вольта вольта то есть понимаете нас то есть световой поток это тоже есть поток эфира в первую очередь просто прибор сам может мерить только переменную составляющую поэтому ему нужно импульсная часть если там непрерывное излучение он его не померит понятно тут надо вот это тонкость некоторую понимать то есть и свет в том числе есть значит световой поток и в частности чувствительный уже часть прибора она работает когда у вас . заходит на солнце и я через вот такую занавеску я уже вижу что у меня идет значит изменение показаний на приборе зашла туча ли не зашла я даже это вижу чуть-чуть занавеска подсвечивается но видно да когда солнце посвечит занавеску но я же вижу по степени подсветки я вижу изменение значит показаний на приборе ну я думаю нам всем было интересно посмотреть на все это и я предлагаю вам попрощаться с аудиторией думаю вас всем спасибо за внимание да я не знаю насколько у вас в кадре сейчас видно но удачи всем